Всем, кто более-менее следит за полемикой с непоминающими раскольниками, вообще, в принципе, за вот этой раскольнической пропагандой, хорошо известно, что одним из излюбленных аргументов раскольников, исторических аргументов, как бы приводимых ими для их оправдания, является ссылка на пример преподобного Максима Исповедника. Когда им говорят о том, что церковь не может быть без епископов, и что, соответственно, священник не может быть оторванным от епископа, то они ссылаются на преподобного Максима, говорят, что вот он никого не поминал, вот он ни с кем не был в общении. Можно привести на конкретных примерах. Епископство является высшим послушанием церкви, но само оно не может быть положено в основании церковности, и доказательством этому имеем церковно-сторический пример, когда во второй половине VII века вся полнота архиерейского чина отпала от чистой православия. Весь епископат всей вселенной, Востока и Запада, впал и есть в монофилитство. Только три человека – Максим Исповедник и два его ученика, из которых ни один не был епископом, они сохранили преданность Христу, они исправили чистые православия и были в церкви со Христом. То есть, если принять мысль о существ необходимости для бытия церкви епископа, тогда мы обретаем церковно-сторический пример, когда церковь прекратила свое бытие, ибо где нет епископа, значит, на церкви, но это богохульная мысль. В общем, вот такие вот идеи, довольно-таки странные, поскольку, как известно, осудил ересь монофилиства VI Вселенский Собор, который состоялся в 680 году, а преподобный Максим Исповедник почил в 662 году, и его ученики также почили, не дожив до VI Вселенского Собора. Тогда получается, если только преподобный Максим Исповедник и два его ученика составляли в то время церковь, то церковь после их смерти исчезла? Получается, об этом говорят нам раскольники и впадают здесь в протестанчину, подобно протестантам, говоря о том, что церковь может исчезнуть, вопреки словам Господа, что врата адовы не одолеют ее. Заражение всей церкви без исключения ересью монофилиства, безусловно, означало бы одоление ее вратами адовыми, и, соответственно, объявление Христа лжецом, что фактически и делают вот эти раскольники. И как и многие другие, не только последователи Рафаила, там и самые разные, там и из ИПЦ, они любят ссылаться на этот пример в таком же самом ключе. Другой вопрос, связанный с этим. Если все действительно так, как они говорят, то каким образом мог возникнуть Шестой Вселенский Собор? Если все церкви стали возглавляться еретиками-монофилитами, все впали в ересь, то с чего вдруг через 18 лет после того, как эта ересь, согласно раскольникам, полностью отстаржествовала, вот эти же еретики-монофилиты собрались и осудили монофилитство? Странно, не правда ли? Давайте разберемся, что происходило. Нужно понимать, что в отличие от других святых отцов, например, которые боролись против ереси, преподобному Максиму Исповеднику, те, кто давил на него представителей императорской власти, или те, кто подверг его в итоге мучению за его непреклонность, они не требовали от него, чтобы он признал ересь, они не требовали от него, чтобы он стал монофилитом, то есть исповедовал одну волю во Христе, они требовали от него лишь то, чтобы он прекратил критиковать типос. Типос был императорский указ, в котором император, опять-таки, не требовал от своих подданных верить в одну волю во Христе, а он требовал, чтобы прекратились споры относительно того, одна или две воли во Христе. И среди тех, кто спорил с преподобным Максимом, были те, кто говорили, что мы тоже православные, мы верим так же, как и ты, но мы просто хотим, чтобы ты перестал выступать против этого императорского указа ради мира, так сказать, гражданского и церковного. Преподобный Максим Исповедник с этим не был согласен, он считал, что даже замолчать в обличении ереси означает совершить тяжкое прегрешение, что признать типос императора, подчиниться этому типосу означает быть смешанным с еретиками. Далее, преподобный Максим Исповедник во всём своём противлении типосу опирался на Латеранский собор, который состоялся в Риме по инициативе святого Мартина Исповедника, Папы Римского. На этом довольно-таки представительном соборе, где присутствовало 105 архиереев, было осуждено монофилистово как ересь. Так вот, нынешние раскольники, которые ссылаются на преподобного Максима Исповедника, имеют большие затруднения с тем, чтобы показать, какой именно собор осудил как ересь то, что они называют ересью, из-за которой они отделились от патриарха. Я сейчас не буду в это углубляться, потому что я подробно эти вопросы рассмотрел в серии своих выпусков. Ответ непоминающим, они есть у меня на канале. Третий момент. Гонители преподобного Максима, которые ему как раз-таки говорили, что вот с нами уже вся Вселенная, с нами все объединили, все соединились. Они ему нагло врали. И врали, пользуясь тем, что к тому времени преподобный Максим уже долго находился в заключении и не мог иметь представления о церковных делах. Так вот, в то время, когда ему говорили все это, например, говорят, что там Александрийская кафедра вместе со всеми своими епископами с нами, это было неправдой. Александрийская кафедра в то время, в 658 году, была вдовствующей, у нее не было патриарха. Александрия была отрезана от империи мусульманами, которые захватили эти области. В Константополе сидел как бы наместник этого престола Александрийского патриархата, который, конечно, мог там подписывать что-то, но при этом никакой реальной связи с Александрийской православной церковью он не имел. Стоит также сказать, что сам преподобный Максим, исповедник, вместе со своими учениками, много лет прожил именно на территории Александрийской православной церкви и пользовался там большой любовью и уважением не только народа, но и архиереев. Эти архиереи, они что, исчезли? Они были совершенно свободны в своем исповедании, поскольку от императора больше никак не зависели. Но, разумеется, те, кто задавал этот вопрос преподобному Максиму, тот, кто хотел давить на него, они скрыли реальное положение дел. Похоже, кстати, положение было дел и с Иерусалимской православной церквью, которая оставалась православной, и об этом мы далее поговорим. Особенно стоит сказать по поводу римской церкви, потому что именно в отношении римской церкви преподобный Максим был уверен, что она не войдет в общение с еретичествующим патриархом Константинопольским. И однако же вот это произошло. И здесь что нужно сказать. Святитель Виталиан Римский, Папа Римский, прославлен у нас во святых, получил от патриарха Петра Константинопольского исповедание веры, в котором были, скажем так, новшества. Там не было прямо проповедано монофилитство, как у предыдущих патриархов. Патриарх Петр использовал такие выражения, которые можно было истолковать и по православному. И надо сказать, что сам преподобный Максим, когда ему предлагали соединиться, он спросил, а на чем соединиться, в чем исповедание. И когда ему сказали, в чем исповедание, он задал уточняющий вопрос. Потому что формально действительно та формула, которую предложил патриарх Петр, она могла быть истолкована по православному. И у самого преподобного Максима, исповедника, как показали исследователи, в ранних его трудах есть аналогичные формулировки. И у его учителя, святителя Сафрония Иерусалимского, также были подобные формулировки. То есть, папа Вителиан, он вполне имел все основания истолковать это как православное вероучение. Отличие его от преподобного Максима заключается в том, что он не стал задавать уточняющих вопросов. А преподобный Максим, конечно, который был уже знаком с коварством как чиновников, так и поддерживающих их архиереев, и он задал этот уточняющий вопрос. И уже из ответа на этот уточняющий вопрос, он понял, что здесь, собственно говоря, речь идёт не о православной вере, а о прикрытии монофилистства. И поэтому он далее отверг предложение соединиться на основе этого исповедания веры. Но святой папа Вителиан и римская церковь не принимала монофилистства, не исповедовала монофилистство, не становилась монофилистской. Папа Вителиан допустил ошибку, войдя в общение, но когда он входил в общение, он думал, что входит в общение с патриархом, который стал православным монофилистом, он не становился монофилистом, он не исповедовал и не принимал. Так что и римская церковь в того времени оставалась православной. Надо сказать, что относительно событий тех лет у нас мало свидетельств, мало фактов, историки находят пищу для обсуждений, для споров, разных интерпретаций. Но для нас, для православных людей, есть. Вот как такой чёткий и неизменный ориентир – это VI Вселенский собор, который уже в силу своего статуса обладает безусловным авторитетом. Так вот, именно VI Вселенский собор – это не я, не какие-то мои мысли. VI Вселенский собор провозгласил, что святой папа Вителиан был православным. Что интересно, провозгласил этот собор и про тех патриархов константинопольских, которые были после уже монофилита Петра и после осуждения преподобного Максима, но до VI Вселенского собора. То есть VI Вселенский собор не одобрил позицию преподобного Максима, согласно которой не исповедание ереси, прямой ереси монофилистской, а просто подчинение императорскому указу о прекращении споров уже было приравнено к ереси. Потому что те патриархи, которые не боролись против типоса, однако же не исповедовали монофилистство, на VI Вселенском соборе были признаны православными. Смотрим, открываем деяния, 13-е деяние VI Вселенского собора. «Постановляем оставить этих трех блаженной памяти мужей, то есть Фому, Иоанна и Константина, это бывших патриархов константинопольских, в их прежнем сане, и так как они найдены нисколько неопороченными и не погрешившими в нашей православной вере, внести их в священные диптихи святейших церквей». Вот решение Вселенского собора. Может быть, кому-то это не нравится. Я знаю, что некоторым настолько понравилось это мечтание о том, что якобы вся церковь сводилась только к преподобному Максиму и двум его ученикам, что они даже говорят, что Вселенский собор не прав был, вот они не по правде поступили, только он по правде поступал. Но я думаю, что для вас очевидна, насколько абсурдна идея о том, что Вселенский собор поступил не по правде, в таком случае он бы не был Вселенским. У нас, в Православной Церкви, авторитет Вселенского собора заведомо выше, чем авторитет отдельного отца, насколько бы он не почитался. Преподобный Максим – исповедник великий святой нашей Церкви, великий богослов, великий аскет, великий толкователь Писания, великий бред за православие. Но его позиция, которая сводилась к тому, что не только те, кто исповедовал ересь, но и те, кто, будучи православным, не боролся открыто против ереси и являлись еридиками, Шестым Вселенским собором не была поддержана. И именно поэтому, как считают многие исследователи, имя преподобного Максима Исповедника ни разу не упоминается во всех деяниях Шестого Вселенского собора, во всех текстах и решениях Шестого Вселенского собора в положительном ключе. Только один раз его упоминает еретик, монофилит Макарий Антиохийский, упоминает с осуждением, однако же Вселенский собор не вступает в споры с ним по поводу преподобного Максима. Он осуждает Макария, Макарий был не изложен, а осужден как еретик. Но споры по поводу преподобного Максима реабилитацию преподобного Максима Шестой Вселенский собор не проводил и не осуществлял. Да, и эти патриархи Фома, Иоанн и Константин, хотя они не были патриархами констопольским в то время, когда был жив преподобный Максим, но они были живы, они не с неба упали же. И вот их Вселенский собор признаёт православными. То есть, значит, православные даже и в самой Константинопольской церкви были, помимо преподобного Максима. Ещё раз подчеркну, это не те, кого я признаю или объявляю православными, а это те современники преподобного Максима и исповедника, находившиеся в Константинопольской церкви, которых Шестой Вселенский собор признал православными. В целом, если посмотреть на то, как отцы собора говорят, отзываются об этом периоде, то можно видеть, что они не говорят о том, что церковь Константинопольская вся отпала, но что она была заражена болезнью и с помощью римской церкви избавилась от этой болезни. Ну и, наконец, последнее. Дело в том, что вот эту странную раскольническую идею о том, что кроме преподобного Максима и двух его учеников не осталось больше церкви, а все остальные заразились и отпали, не разделяли сами эти ученики преподобного Максима, находящиеся точно так же, как и он, в ссылке. Вот, смотрим, что пишет один из них. «Анастасия Апокресиарий к пресвитеру Феодосию Гангарскому. Вот это его письмо заканчивается славами о вас, богочестных и всех сущих с вами святых, а через вас, святую тамошнюю, кафолическую и апостольскую церковь Божию, приветствую и прошу за меня, грешника, память творить в святых молитвах ваших». Итак, церковную общину того, кому писал один из учеников преподобного Максима, он считал кафолической церковью. По мнению исследователей, речь идет о Иерусалимской общине, то есть на Святой Земле, в Палестине, сохранялось православие. Эти выводы делаются на основании определенных упоминаний в всем тексте письма, я сейчас не буду в это углубляться. А кроме того, есть указания о том, что прямой поддержкой преподобный Максим и его ученики пользовались в ссылке, находясь в Кавказе, то есть, что вот церковь Абхазии, грузинская церковь, они также придерживались православия. Тот же Анастасий называет правителя Абхазии Григория «другом Христа», а жителей Абхазии «христолюбивыми», разумеется, это бы он не отнес к еретикам-монофилитам. Так что исторические факты из свидетельства Шестого Вселенского Собора и свидетельства непосредственно учеников преподобного Максима опровергают вот эту лживую идею раскольников о том, что будто бы в то время исчезла вся церковь и остался только преподобный Максим с двумя учениками в Церкви Христовой. Такого абсурда не полагал ни он сам, ни его ученики, ни Шестой Вселенский Собор, ни церковь. Так что у православных христиан нет абсолютно никаких оснований верить этому раскольническому мифу.